День Города 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 Правда В 2015 году По Вине Нетрезвых Мероприятия Был зарегистрирован 300 дорожно-транспортных Происшествий В результате которых 32 человека погибли 310 получили травмы Различные степени тяжести Постоянно проводимые Автополицейскими Профилактические мероприятия Дают положительную Динамику В этом году По сравнению С аналогичным Периодом прошлого Количество случаев Пьяного вождения Снизилось на треть Подобное мероприятие проводится на постоянной основе. За последний рабочий день и прошедшие выходные сотрудниками госавтоинспекции выявлено 27 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Два водителя отказались от прохождения свидетельствования на данное состояние. В отношении двух возбуждены уголовные дела по фактам управления транспортными средствами в состоянии опьянения повторно. 23 января поздно вечером на Касимовском шоссе был остановлен автомобиль 99-й модели, состояние водителя которого вызвало подозрения у сотрудников ГИБДД. Мужчина долго отказывался от того, что ехал на транспортном средстве, спорил с сотрудниками полиции и оказывал им всяческое сопротивление. В результате на стационарном посту ДПС состояние алкогольного опьянения у 43-летнего мужчины было установлено. Прибор показал 0,64 мг на литр выдыхаемого воздуха. Продолжим автомобильную тему. Росстат закупил более сотни машин бизнес-класса для переписи жителей села. В общей сложности для этого исследование ведомство приобрело 105 автомобилей, среди которых такие модели бизнес-класса, как Toyota Camry, Mitsubishi Pajero Sport, Mitsubishi Outlander и Nissan X-Trail. Автомобили выполнены в комплектации люкс с отделкой салона, вставками под дерево, трехзонным климат-контролем и аудиосистемой премиум-класса. Вперед с 1 июля по 15 августа в России будет проходить всероссийская сельскохозяйственная перепись, которая должна представить органам статистики, исчерпывающую информацию о состоянии сельского хозяйства в нашей стране. Росстат и его региональное отделение даже в кризис решили не экономить на проведении переписи. Установленные максимальные пороги позволяли рассчитывать на стоимость авто от 1,5 до 2,5 миллионов рублей. Скорее всего, полагают общественники, автомобили были закоплены для чиновников под прикрытием переписи. Известно, что иномарки были приобретены в конце 2015 года. Рязанские деятели от федеральных не отстают. Новомичуринское автотранспортное предприятие, дочерняя структура Рязанска и ГРЭС разместила на портале госзакупок электронный аукцион на право предоставления автомобиля Toyota Land Cruiser 200 по договору финансовой аренды. Начальная цена закупки составляет 6 миллионов 356 тысяч рублей. Отметим, что купить Land Cruiser 200 в максимальной комплектации можно за 4 миллиона 360 тысяч рублей, в минимальной за 3 миллиона. Кроме того, Новомичуринское автотранспортное предприятие планирует приобрести автомобиль Toyota Corolla. Соответствующий электронный аукцион был размещен на портале госзакупок 14 января. Начальная цена закупки составляет 2 миллиона 550 тысяч рублей. Сегодня в России отмечают сразу два больших праздника – День студента и Татьянин день. Как правило, оба этих события принято объединять, тем более в студенческой сфере. Вот и руководство Рязанского медуниверситета в этом году приняло решение устроить гуляние для учащихся в вузах. Приняли участие в празднике студентов и спасателей из регионального управления МЧС. Марина Комиссарова расскажет обо всем более подробно. Термометр показывает минус 22, но это вовсе не пугает студентов Медицинского университета, у которых сегодня самый главный праздник. Два столетия назад, после подписания в 1755 году императрицы Елизаветы Петровной указа об учреждении Московского университета, День почитания православной святой Татьяны Римской стал праздноваться с начала как день рождения университета. С 2005 года 25 января официально считают Днем российского студенчества. В Рязанском медуниверситете за эти годы сложилась своя особенная традиция празднования. Мы каждый год стараемся придумать что-то новое. Самое главное остается традиционная идея, остается задор студенческий, остается действительно желание отметить, чествовать этот праздник, День святой Римской Татьяны, День покровения всех студентов. В этом году мы начали с Лыжней Рязгаму. Это первая лыжня, надеюсь, что она станет традиционной. Ну а сейчас на нашей территории вот уже традиционный праздник, но в новом формате мы пригласили коллег из главного управления МЧС. И, наверное, праздник получится и полезным еще, и увлекательным, и красивым. Потому что ребятам интересно посмотреть и технику, посмотреть, и иметь возможность надеть костюм спасательный. Я думаю, что это будут новые эмоции, новые идеи. И вот такой мороз никого не испугает. В таком формате совместно с МЧС России по Рязанской области праздник проводится впервые. Но наверняка это станет началом долгосрочного сотрудничества ведомства и вуза. Впервые совместно с ректором этого университета, который нас поддержал, мы проводим профилактические мероприятия, в первую очередь по вопросам пожарной безопасности, но и в целом профилактику жизнеобеспечения нашего населения, и в первую очередь учим этому студенчеству. На базе данного университета создан молодежный корпус спасателей, создана добровольная пожарная охрана. Поэтому мы всегда на них опираемся и в других условиях, когда нам нужна помощь, в первую очередь по профилактике населения, недопущению пожаров и чрезвычайных ситуаций, ну а также по седневной деятельности. В целом этот один из лучших у нас университетов, лидирующий по нашим вопросам. Поэтому мы решили оказать им взаимодействие, помощь, и надеюсь, что в следующем году мы еще и улучшим эту работу, и увеличим объем студентов, который будет охвачен в этом празднике. Подвижные конкурсы, танцы, переодевания в спасательные костюмы и, конечно, традиционные угощения. Мерзнуть в этот день студентам не пришлось. 22 января в зале торжественных приемов правительство Рязанской области подвели итоги творческого конкурса журналистов «Хрустальный журавль». Лауреатов и победителей награждал рязанский губернатор Олег Ковалев. Глава региона пожелал, чтобы коллективы изданий и телекомпаний пополнялись молодыми журналистами, а ветераны не сдавали позиций. В этом году на «Журавле» наградами были отмечены более 50 работ. «Хрустальный журавль» вновь нашел своих победителей. Итоги ежегодного областного творческого конкурса журналистов подвели в стенах регионального правительства. Лучшие журналисты, видеооператоры, режиссеры монтажа, дизайнеры и все-все, кто трудится, не покладая рук во имя информатизации общества, в частности жителей Рязанской области, сегодня получили заветных «Хрустальных птичек» из рук главы региона. В списках победителей были и наши друзья и коллеги Марина Комиссарова и Олеся Харлина. Бесспорно, для каждого представителя СМИ «Журавль» является главной региональной наградой. Получить «Хрустальную птицу» мечтает каждый журналист. Лауреатами конкурса за все эти годы становились у нас и молодые журналисты, и опытные, настоящие профессионалы, зубры своего дела, талантливые люди, как правило, все, и молодые, и опытные, все это талантливые люди, которые добились заслуженных успехов на журналистском поприще. Многие стали настоящими мастерами, мэтрами, и у них есть ученики уже, которые тоже уверенно работают в сегодняшних условиях, в сегодняшний день, в сегодняшнем дне, и в различных изданиях, в различных СМИ. Это свидетельствует о хорошей традиции преемственности журналистики от старшего поколения к молодым. Ежегодно в протоколе «Журавля» появляются номинации, своего рода главные герои. В этот раз основными событиями стали 70-летие Победы, 120-летие Сергея Есенина и 920-летие Рязани. Помимо этих тем, в номинациях числились и лучшие профессиональные работы сотрудников региональных СМИ. О каждом из коллег, которые в этот день получили свои награды из рук губернатора, можно рассказать отдельно. У каждого своя тема, свой почерк. Олег Ковалев отметил качество журналистики в нашем регионе, ее социальную ответственность и значимость. Как обычно бывает, при подведении итогов любого конкурса достойных стать победителями оказывается больше, чем номинаций. Но это не повод для огорчений. Ведь Журавль уже получил у нас в области постоянную прописку и значит вновь прилетит к нашим коллегам уже в следующем году, чтобы назвать самых лучших, самых талантливых и самых верных в своей профессии. Это все новости, которыми мы успели поделиться с вами. День города прощается со зрителями до завтра. Смотрите далее, как и всегда, программу подробностей. Гостем нашей студии стал Андрей Кашаев, который, кстати, впервые выступит на телевидении в должности ректора Рязанского института развития образования. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин